Привет! Александр Овечкин забил во втором матче подряд. До рекорда Грецки 70 шайб. Причем Александр забил в пустые ворота. И если он повторит такой трюк еще один раз, то догонит Уэйна по этому показателю. У Кузнецова передача. Даниил Гущин из фарм-клуба Сан-Хосе забросил свою первую шайбу в сезоне в АХЛ. Но мы волновались за другое событие. За 6 минут до конца матча Аббатс-Форд-Колорадо в АХЛ форвард-хозяев Василий Подколзин попал под жесткий силовой прием и не смог самостоятельно покинуть лед. За ним выехали медики на носилках и хоккеиста отправили в больницу. К счастью, уже в карете скорой помощи Василий пришел в себя и стал общаться с окружающим миром. Сам он позже признался, что момента с падением не помнит. Но сейчас его жизни ничего не угрожает. Василий самостоятельно двигается. Вероятно, его оставят в больнице на ночь для наблюдения. Но уже на следующий день он покинет лазерет. Правда, говорить, что в ближайшее время нападающий вернется на лед, не приходится. Напомним, что у Василия действующий контакт с Ванкувером. Но после тренировочного лагеря он был отправлен в фарм-клуб. Там дела у Василия идут очень даже неплохо. Подколзин совсем не показывает, что недоволен своим статусом. Он постоянно на виду в матчах и в шести встречах у него пять голов и две передачи. Выглядит он там настоящим лидером. Так что наверняка переезд обратно в НХЛ был вопросом времени. Сейчас же все откладывается. У нашего хоккеиста последний год контракта новичка. И уже следующим летом ему предстоят переговоры по новому соглашению. Первый раунд драфта НХЛ провел только один полноценный сезон в Ванкувере. В чемпионате 21-22 он сыграл 79 матчей и забросил 14 шайб. Через год на счету игрока лишь 39 игр. А в этом сезоне ему пока шансов не давали. Права на подколзина в России принадлежат СКА. И возвращаться в систему клуба у него нет желания. Первая шайба в АХЛ у Федора Свечкова из Милуоки. Передачу ему сделал Денис Гурьянов. А атаку вообще начал Ярослав Аскаров. Просто в ассистенты не попал. Нападающий Амура Петр Хохряков выбыл до конца сезона. Травма, полученная хоккеистом во встрече против Лады, оказалась очень серьезной. В Магнитогорске был сыгран матч, на который трактор добирался почти сутки и прибыл на арену чуть ли не за полтора часа до разъединки. Челябинцы застряли в Нижнекамске. А потом им пришлось лететь в родной город, чтобы сесть в автобус и 4 часа ехать на место игры. Но удивительно, что на льду это никак не сказывалось. Команда Алексея Заварухина блестяще провела два периода и довела встречу до победы 4-2. Смутил Андрей Разин. Он заменил вратаря после первой шайбы, затем вернул его обратно. Короче, сильно нервничал и это передалось команде. Зрелищная игра прошла в Череповце. Северсталь пропустила три шайбы от Ладо к 14-й минуте, но совсем не растерялась и до окончания основного времени все отыграла. Однако на буллитах больше повезло гостям. Отметим, что второй матч подряд забивает Сергей Шумаков. Неужели он возвращается? В мытищах Скайне без проблем обыграл Кунь Луни 6-3. Но тут удивительно то, что китайский клуб вел со счетом 3-1. Правда, у гостей было очень много времени, чтобы отыграться, чем они и воспользовались. Потихоньку приходит в себя Никишин. Защитник набрал 4 очка, забросив одну шайбу. Дубль у Арсения Грюцюка. У вас первая песня играли мушкетеры. Так. Вторая песня опера. Третью не знаю. А на какую вообще песню нормальная будет музыка? Боже, нормальная. Современная вроде, нет? Нет? Я не знаю, что это такое. Нет, тоже. Говорят, хорошее. Когда рабчина нормальная будет, американская? Ну что, американская? Да. Надо русское слушать. Почему? Как почему? Потому что... Кто сказал? Свою эстраду надо продвигать. Эстраду? Ну... Это ужас. Мушкетеры. Я бы... Че, Маргештера не слушаешь? Только из-за этого бы не хотел выигрывать. Стал известен окончательный состав на матч звезд КХЛ. Последним делала выбор Лига. И в состав попали такие люди, как Джереми Рой и Джереми Смит. И последнее. Этой ночью нападающий Дмитрий Воронков дебютирует в НХЛ. Форвард Коламбуса выйдет на лед в матче против Монреаля. Игра начнется в 2 часа ночи. Так что не спим. До свидания. Коллеги мои.